Наша ёлка непростая, наша ёлка игровая. В рамках городского фестиваля снежных скульптур «Арт-ёлка» на дне снега ученики 2-го класса Центра образования сделали ёлку-забаву. Через специальные тоннели на ней можно запускать шарики по спирали. Снежную фигуру украсили конфетами, игрушками, загадками и разноцветными лентами. Ученики вместе с педагогами и родителями водили вокруг новогодней красавицы хороводы и согревались горячим чаем с сушками. Придумывали долго все вместе с классом, с родителями. И вчера пришли, собрались и сделали все вместе, и детьми тоже, естественно. Посмотрите, сколько у нас в классе собралось сегодня и родителей, и детей. И люди не пожалели своего выходного ради того, чтобы вместе всем побыть. На самом деле это очень классно, и настроение создаёт замечательное. На лыжной базе пестрили разноцветными красками и другие оригинальные и функциональные снежные скульптуры. Воспитанники детского сада номер 40 сделали ёлку-кормушку для птиц. И каждому желающему раздавали памятку, чем можно кормить пернатых зимой. Традиционный день снега – ежегодный праздник для саровских любителей активного отдыха на свежем воздухе. И взрослые, и дети могли найти здесь для себя увлечение по душе. Футбол в валенках, хоккей с мячом, брумбол, семейные конкурсы, квесты и активности. А для спортсменов прошёл кубок города по лыжным гонкам в разных возрастных категориях. На дне снега первую акцию «Добрых дел» провели педагоги и волонтёры Центра внешкольной работы. В рамках нового российского движения детей и молодёжи – движение первых. Движение это нацелено на то, чтобы оказывать помощь, поддерживать, в том числе и разные категории ребят. И вот такую эстафету «Добрых дел» они начинают именно сегодня. Тем, что предлагают горожанам вместе с ними поучаствовать в этих игровых площадках и в этой программе, которую они предлагают. Стрелецкий городок молодёжного объединения «Армир» традиционно собрал вокруг большое количество мальчишек. Кроме исторических фотозон и фехтовальной площадки, для гостей праздника подготовили и кое-что новенькое – настоящие выстрелы из пушки. Пушка сделана специально для фестиваля исторической реконструкции и ролевых игр. Она сделана из алюминия и пластика, оружием не является, но при этом очень громко и красиво бабахает. В качестве заряда используется холостой патрон 7-62 для винтовки Мосина, светошумовой. В качестве заряда, если есть желание, то стреляем теннисным мячиком. После лыжной базы передала эстафету «Дня снега» на каток и кар, хоккейную площадку «Сокол» и «Ледовый дворец». Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова